По-моему, началось. Ну, с пятой попытки у нас записи. Вот, хорошо. Сейчас вас не совсем вижу, но ладно. Я могу это... Нет, ну ладно, ничего страшного. Она там висит. Секлата просто не вижу. Если я туда снимаю, вот там ничего... Ну ладно, все, нормально, ничего не будем делать. В общем, я сразу почувствовала, что вы откуда-то... Вы как будто бы прилетаете откуда-то. Вот ваша душа, да, она заинтересована в планете. И как будто вы историк планеты Земля. Вот у меня прям такое сразу. Я вижу вот эти временные линии исторические, но они наслойные. Потому что история в прошлом, как нам кажется, она таким образом идёт. Она идёт разными образами. Потому что там прокручиваются разные варианты. Это как когда ты пишешь, режиссируешь фильм, то ты думаешь, ну вот если история будет такая, то я так сниму. Ну если вот... И как будто у вас есть... Я вас вижу, что вы сидите. Вы выходите из объекта летающего. Вот насколько вы к этому всю жизнь не обращали внимания, у меня такое впечатление. Но это специально было всё завуалировано вашим подсознанием. Потому что у вас интерес к знаниям и к инопланетным таким. У вас есть вот это на подсознательном уровне всё равно. Потому что почувствую, что вы сидите, перед вами книга огромная. Почему-то я её вижу, я её вижу хрустальную такую вот, большая. И там страницы не листаются. Они как будто листаются головой. Потому что они идут как голографические такие, открываются имиджи. И они вот выступают. И начинается как будто перед тобой экран, и оно идёт. Вот. Да, да, да. Я почему-то сейчас Валенсия, я услышала. Перед этим вот Спартак, вот эти какие-то византийские. Я вижу в этих костюмах римляне, Римская империя, как она пала. Вот это я вижу просто, как вы это всё листаете в своей голове. И сидите перед этой книгой. Но там кто-то есть, кто-то есть за вами. Какая-то, какой-то хендлер. Даже не знаю, какой-то на русском. Тот, кто вами должен управлять в этих... У вас, у меня такое впечатление, что там 4044 жизни. У меня почему-то вот это прям высветилось. Цифра. Да. Да, да, и вот очень много... Вы даже деревом были. Я вижу дерево такое огромное. Да, да. А вот. Но там ещё другое. Там ещё как будто бы... Вот как будто душам она две ориентации. Одна — собирание знаний. И документация этих знаний, как вот исторические события данной планеты в разных конфигурациях. А другое, я чувствую, что у вас... Там как-то идёт портал через... Вот всё, что как бы вы особо не интересуетесь, оно существует у вас. Так всегда бывает, кстати. Антарктида. А Антарктида. Через Антарктиду оно как-то идёт. И там есть какой-то зал, в котором вы как будто лекции читаете по вашим вот этим историческим событиям. И на самом деле какие-то погоны, какие-то три жёлтых таких полосочки. Но это такое, это неважно. Но связано с каким-то... По-моему, Четвёртый Рейх, вот то, что мне идёт, который пытается использовать умных людей, которые связаны с какими-то историческими событиями, которые давно на Земле. То есть у вас вот эта ДНК, оно как будто бы сплелось ДНК Земли. Вот Тера, да, вы говорите. И у меня просто голова сейчас как будто... У вас там пять разных направлений, в которых вы участвуете, включая какие-то генетические разработки вот в этих лабораториях Антарктики. У вас есть... Вам интересно, как можно видоизменить. Потому что вы ходите за... Там же есть вот эта no-fly zone. Она не даром. Там вот вход в эти лаборатории. Я, кстати, там своего дедушку тоже видела. Мы с... Вы, наверное, не знаете Джеймса. У него канал. Ну, в общем, мы видели там очень много... Вы как будто там профессор. Но... Как это объяснить? Там не исторические уже события профессора. Там профессор как видоизменяется мир... Как видоизменяется human species. Вот такое мне идёт. Вот. Но... Там какой-то... Высокий такой с клювом... Гуманоид, который... С крыльями, кстати. Он как птицы подобные. Вот за вами... Я вот чувствую, он за вами стоит. Он как будто бы стоит. Вот там идёт спина и низ головы. И как будто он крыльями обхватывает. То есть, наверное... Я думаю, могут быть боли в спине, в... Rip cage. Как это? Вот рёбра. И живот, наверное, низ живота. Потому что он держит за низ живота. Вот как-то вот так вот обхватывает вас. Вот. Да. Это хороший или плохой? Что это означает? Это плохой. Вы смотрите на него. Он... Знаете, что он мне напоминает? Он мне вот этот вот... Сейчас. Вы почувствуете разницу, кстати, что когда он идёт, у вас будет другое чувство. Вы почувствуете. А вот. Потому что вы сейчас на него смотрите, а у него... Он мне напоминает... Это Бондестаг вот этот вот большой такой толстый орёл висит. Вот это он. Но там я его вижу чёрным, таким блестящим, как ворон. Вот за вами. Вот. И он как будто... Он... Вы понимаете, он не особо на вас влияет, но он следит, чтобы вы документировали события и складывали в какие-то логические цепочки, которые он может от вас забрать. Это как будто бы вы человеческий искусственный интеллект, который складывает всё в книге и отдаётся это. Потому что ротация знаний, она во Вселенной происходит естественно, потому что мы в ней, мы часть её. А вот эти сущности, которых мы просто не видим, которые видят, например, мои дети и я, ну, некоторые, естественно, очень много других людей видят, а вы их не видите физически. Но у вас есть какая-то как будто бы капсула, которая используется, чтобы вас перемещать в разные исторические события. Я думаю, вас интересуют исторические события тоже. Не только то, что предсказания. А то, что вам интересно, то, что предсказания... Я как-то историю я очень интересуюсь. Конечно, это мой... Ой, вот это, конечно, неприятно. Я просто... Я вам честно скажу, я... Почему я тоже советовал моей сестре. У меня связано с забытием, мне очень хорошая жена очень сильно заболела. У меня последние три месяца проблемы, которые раньше не были, действительно, но это выражается каких-то полезных. У меня, например, есть этот самый, как называется, лишай, да? Там уже так... Это опоясывающий лишай, да? Да-да-да. Потому что он из вас энергию высасывает. Но она не покидает меня, она следит мне, вот этот бол, это чувство. Я всегда полный энергии, обычно. А сейчас я последние половины витца, я вообще никакой. И это как раз пояс идет, и такое чувство, даже не пол, знаете, такой, как называется... Ну, я не знаю, какой... Я не знаю по-русски. Дидж, как грипплин, по-русски. Грипплин. Ну, как... Щекотается, да? Ну, такое чувство. А, я понял, да. Печет немножко, щекочет, пощипывает. Сигареты, нервы, конечно. А потому что он вас щекочет своими перышками, вот эта вот сущность. Но вы его уже увидели. Я вижу, как вы поворачиваетесь. Смотрите, удивительно так, смотрите на него. Ну, я у вас вижу грань. У вас там вокруг какой-то белый, может быть, электроника, какой-то, если вы движется, какой-то желтый, белый, какой-то тем. Да? Да? Я ничего не вижу, подожди. Желтый. Да. Это вы еще не как-то вам не только за. Особенно если друг и движется, и здесь есть такой желтый, такой белый, бежевый такой... Ну, это, наверное, я понимаю, чем это объяснить, потому что эта картинка, я ее могу поменять. Нет, ничего, ничего. Может быть, это эффект какой? Ну, потому что, да, сзади просто белая стена, я ставлю эту картинку, она электронная. То есть я там могу, я. Там можно повернуться, и она как-то пропадет, или у меня рука может пропасть. Как паутина, буду быть так, это паутина, знаете, так. Ну, мы посмотрим на записи. Это просто так. Вот, мы посмотрим на записи. Интересно, да. Да, ничего хорошего нету, потому что я отречу, но там беспокоиться. Я даже... Часть лучше стала. Но у меня было какое-то время, действительно, я ночью проснулся и думал, я не я. Мне кто-то за мной... Я очень сильный, всегда у меня очень активные сны. Очень... И я там выступаю, как вы сказали. Но по-моему, будто бы это не я. Это другой для меня снится, знаете. Как будто бы это ваш клоун, или вы в другой реальности. Первый раз у меня такой был, никогда такой не было. И сейчас лучше стало, сейчас лучше стало. Но это тоже связано, что сейчас у Лидии уже лучше, там уже самый страшный впереди. Я там тоже брал очень многие лекарства, потом больные, против нервов. Это мне тоже травило немножко. Я сейчас это не принимаю ничего. Но там какие-то не очень хорошие... Но мне, говорит врач, у меня хороший врач сейчас, но у меня подсознание сидит, что это болезнь, это стресс. И он там сидит. Понимаете? И я не могу от него избавиться. Ну вот смотрите, у вас, кто у вас сидел, так это вот этот ворон, который вас постоянно... Он вас как будто загребал, вас иногда даже физически, иногда просто ваше энергетическое тело. Потому что вот эта физическая оболочка, это просто... А внутри есть энергетическое тело, которое это реплика нашего физического. Я вижу, как он вас крыльями вот так держит. И он вам вот как раз, я сказала, низ живота, вот спина. И вот как будто он там прилип к вашей спине вот так. И вот этими огромными крыльями вот так держит вас. Вот так. Я почему сказала это? Я еще почему-то перед сеансом, когда стала о вас думать, у меня появилась как будто бы тошнота. Вот. У меня бывает разное от клиентов заранее до сеанса, когда я уже подключаюсь. Вот. И... Но я вижу, я вам сказала, что вы можете его или превратить в какое-то другое животное, потому что мы творцы, мы можем все. Мы только подумаем на энергетическом уровне, не на физике. На физике это занимает время. Ты хочешь там опубликовать книгу или что-то, чтобы у тебя в жизни изменилось, переехать в другую квартиру, дом, естественно, у тебя занимает время. А там, когда мы в энергетическом теле, оно по щелочку пальцев, ты подумала, и произошло. Я вижу, как вы в маленькую канарейку превратили вот этого большого с Бундестага. Вот прям такой толстый орел, я бы вижу. Вот. И я вижу, что вы вот эти вот браслеты, как будто их снимаете. Почему? Он иногда как будто бы ссадит вас и говорит так, пиши вот это. Вот твои знания положи на бумагу. Вот делай это. И у вас мгновенно появляется какая-то идея, вот что надо написать про это. На самом деле это он диктует. Вот. Как будто он использует вас в физическом мире, чтобы воспринимать информацию, передавать, собирать для него. А у них там какие-то экспериментальные, потому что он ее как будто доставляет. У него все время идет четвертый рейх. Вот реально, как будто бы это в будущее идет, в каком-то будущем виртуальном, который они построили. Но я вижу, что вы от него отделяетесь. Есть причина, почему сейчас у вас вот эта консультация, вы хотите отделиться от них. Вам надоело все, больше не хотите. У вас как будто бы пришло в тупик. И вы мне даже вот сказали, что у вас там какое-то разделение этих жизней и по-разным, где вы, как вы говорите, и не я. Вот именно на планете Земля я вижу 1048 жизней, а все остальные как будто бы вот эта вот другая цифра, которая выскочила, 4044. Это вот от тех, от других, это совсем другие как бы проекции Земли и проекции вас другая. Поэтому во снах вы чувствуете, он вас как будто забирает и воссоединяет эту часть с той частью, которая в другой проекции. Потому что для него это большое, получается, соединяется, значит, знание будущего и знание прошлого и настоящего в одно целое. Как будто бы такой шар, который постоянно. И с этими событиями можно играть. Он как будто с ними играет. Изменю будущее, изменится настоящее и прошлое. Изменю прошлое, изменится будущее. Потому что они сидят перед большим компьютером и высчитывая какие-то алгоритмы действий, они хотят, чтобы была какая-то мега-глобальная какие-то военные действия. А вот это они хотят. Вот такое чувство. И они очень многих людей используют, чтобы получить знание. Реакция людей на разные события. То есть вот это вот я чувствую. Но никто на самом деле не знает, как это всё развернётся и будет ли оно вообще. Потому что мысли и желания людей, они могут всё изменить. Мы просто не понимаем, насколько мы влияем на всё. И вот вы один из тех людей, которые просто говорят, всё, хватит, я не буду на вас работать. Вот я прям слышу. Не буду на вас работать, я ухожу. И я вам показываю, что можно открыть портал и выбросить. И вот он. Просто вот эта вот клетка с канарейкой так уходит. Вот это я увидела. Цепи у вас, да, уходят. У вас просто, у вас в теле какие-то красные, как будто капсулы с каким-то красным или соком, или гелем. Я не понимаю, что это такое. Но это какие-то экспериментальные вещи. Они каким-то неестественным образом, что ли, попали через медицину или через что, через какие-то препараты. Какое-то скопление каких-то химических элементов, которые напоминают капсулоподобные такие штуковины, вот маленькие. Они как будто бы мигрируют по телу в разных местах, вызывая воспалительные процессы. Вот. А там, где им удобнее собираться, это, естественно, там, где у нас чаще всего собираются жировые отложения. Вот. Вот это вот, да. И, ну, я вам показала. То есть вы будете их рассасывать своим желанием. Ну, потому что, когда ты знаешь, ты начинаешь работать, то есть твое подсознание начинает делать работу. Вот. А когда твое подсознание делает работу, результаты опускаются вниз на физику. Некоторые люди мне говорят, кто это мне недавно сказал? Что-то у них прошло. А, женщина из Греции была. Вчера, да? Забыла, кто когда был. Да, вчера. И она сказала, что у нее был со мной сеанс два года назад. И она... У нее был псориаз. Вот. Она говорит, представляешь, вот мы закончили сеанс, и через час у меня не было псориаза. Он как будто за сеанс стал светлый. Вот пятна прямо у нее были, такие шелуши. Говорит, он потом исчез. Вот через час после сеанса полностью. Ну вот у каждого по-своему. Почему? Потому что я могу сказать, почему я как бы понимаю, у нас очень... Но так как у нас наскладывают вот эти негативные программы, что мы ничего не можем, нам нужен специалист здесь, специалист там, вот это вот все, мы как бы забываем, что сила, ну вот placebo effect, да, вот это все, это на самом деле не placebo effect, это эффект души. Душа тебя лечит, ты сам себя лечишь. Но некоторому нужен какой-то амулет, в который он поверит. Вот. Но я не говорю, что это можно себя так вылечить. Я просто видела, как люди, ну разные интересные вещи происходят с людьми, но не с каждым. И замерить я не могу это. Почему у одного результат стопроцентный, а у другого, ну так немножко там туда-сюда, да, вот. Но я знаю, что это зависит от силы характера и силы веры в себя. Сила веры в себя, это самое первое. Вот. Когда ты веришь, что... Ну это должно быть на подсознательном уровне. Это вплоть до того, что когда тебе мама в детстве говорит, что у тебя все всегда хорошо, жизнь прекрасна, к тебе весь мир относится по-доброму. потому что я видела людей, которых запрограммировали родители, а жизнь тяжелая, надо много работать, чтобы чего-то добиться там. Ну, естественно, надо работать, но надо работать по зову души, когда эта работа не кажется работой. Правильно? Ну, я вообще оптимист, я вообще себя сам сейчас не узнаю, но я должен сказать, у меня тоже очень сильно, не только на меня, тоже на моя жена, вот эта страшная война на меня очень сильно действовала. После этого я очень, это у меня прямо такой, ну, потому что, наверное, связано с тем, что, во-первых, я историю хорошо знаю, я вообще оптимист, я всю жизнь своего тоже боролся, жил за тобой, именно близить России, Европе, Германии. У меня фирма есть, я много сделал общественно, и я знаю это все. И вдруг такое случится, я всегда боялся, я всегда знал заранее, что что-то когда-то будет. А что такое будет, как война, я этого не думал. И это для меня, ну, в конце жизни, будто бы, понимаете, ну, такая-то мечта или миссия, которая была, она полностью сейчас, ну, разрушилась. И с опором, ну, такое. Ну, потому что вы, это ваша последняя инкарнация. Ко мне всегда люди приходят, те, которые больше не хотят возвращаться, ну, на эту планету. Потому что мы притягиваем тех по-нашему, вот, как ты есть сам внутри, ты к себе, как будто на Wi-Fi, почти, да, раздаешь какие-то сигналы, из тебя считывает среда, из тебя считывают люди на подсознательном уровне. и, ну, как бы, все, все даже встречи у нас запрограммированы заранее, нами, в эфирном плане, энергетическими телами. Кстати, вы сейчас себя, как будто бы, струшиваете какая-то розовая жидкость, у вас вообще вот так вот уходит, уходит, уходит. Я прям вижу это, да. У вас, как будто бы, вы струшиваете какую-то энергетику, чего-то искусственного, какие-то, что-то вы или принимали, или какие-то препараты, что-то было такое, что там какой-то элемент, он собрался в теле, и он как будто вызывает воспалительные процессы в разных участках тела. Вот у меня прям такое, я это чувствую, вижу. Вот. И вы это вот, все вот так вот, и я, как будто бы у вас тело, оно меньше становится, потому что вот эта жидкость, она уходит. Ну, это еще на эфирном плане, оно будет спускаться на физику, и как быстро оно спускается у каждого свои. Вот. Но, я же говорю, у меня были такие люди, которых там спина в течение сеанса переставала болеть, которая болела всю жизнь, и она вообще никогда в боль не возвращалась. Вот. Сейчас я еще... У вас, у вас да, потому что сейчас люди, вот, вы чувствуете, что сейчас происходит. Это как будто бы, вот, как говорят, дуальность, да, в человеке есть там Бог и дьявол, вот эти вот все моменты. У нас сейчас как будто экстремальное добро и экстремальное зло, и ты больше не будешь, не можешь быть между. Ты должен выбирать или то, или то. И те люди, которые идут по всю жизнь интуитивно, да, вот это, это ихняя душа, это ихняя суть. Ты не можешь пройти там мимо голодной кошки, ты вынесешь ей там какую-то еду. Вот, ну, просто вот такие вот моменты, какие люди на самом деле изнутри, вот они идут или в этот позитив, или в эту негативную. Но между нами стекло, как будто бы observation, да, и то есть мы можем все равно видеть разные стороны. То есть мы их видим, но мы в них не участвуем. У меня колоссальное количество примеров, когда у меня даже есть, я записала со своим бывшим клиентом, когда у них в ихнюю деревню, вот у него дом, и зашли русские, ну, там, короче, они воровали, там, мародерили, издевались, а он поставил себе защитное, он такой позитивный человек, и он вот после сеанса очищенный, он говорит, я просто оставил, вот поставил вокруг своего дома в уме защиту, защитный такой бабл, да, шарик. И он говорит, ко мне никто не приходил, меня никто не мучил, у меня еду никто не забирал, никто не насиловал, вот, и это работает, потому что он как будто и был в этой ситуации, но его она не коснулась. Вот это я вижу, о чём говорят, это переход, вот в этом и заключается наш переход, можно называть как угодно, но мы не переходим там в какое-то пятое измерение, нет, 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 мы просто переходим в свою, по своему собственному вибрации внутренне, какая душа, и испортилась ли она в течение, ну, вот этих вот, как твой характер, да, преобладает больше позитива или негатива, какие черты, и вот люди сейчас разделяются, вот это я вижу, ну, и вы это чувствуете, у вас некая усталость от всего происходящего, разочарование, большое разочарование, потому что вы видели, что человечество должно идти было по-другой, вот, но здесь что, вклинился, вклинились программы искусственного интеллекта, которые для меня лично связаны с разными вот этими инопланетными сущностями, которыми для меня они как биологические наполовину, наполовину они роботические, робатик, поэтому они этих роботов пытаются внедрить в нашу систему, вот, то есть они хотят, чтобы вместо людей на работах сидели роботы в какой-то момент, ну, вот, это ихняя задумка, и у вас разочарование, да, потому что вы были естественные, вы натуральные, вы хотите, чтобы все шло по зову души, по тому, как люди, знаете, вот как соединение с природой, и вот свое естество просто свободно себя чувствуешь, свободно, но ты свободно не можешь себя чувствовать, и все это, когда у тебя разные такие мощные institutions, которые держат все деньги там, финансовая система, эти банки коррупционные совершенно, да, потом церковь, вот это все, да, они как будто манипулировали, как это, манипулировали, да, идею, что там, ну, Бог это и есть ты, но на самом деле это ты, ты же, если ты там молишься, то ты себе молишься, правильно, вот, а, конечно, если сказать, что, ну, можешь делать там плохие вещи разные, все, что хочешь, ну, придешь к священнику, скажешь, ну, извини, там, расскажешь ему все, что он тебя простит, и все, ну, как это, это вообще логично, то есть, я могу здесь убить, а там пойти к священнику, сказать, я убил, и он тебя простит, ну, то есть, это нелогично, мы должны идти по своей внутренней духовной сути, а мы как будто про нее забыли, и вас это тоже, как будто по голове все время, бом-бом-бом, почему люди такие, у вас вопрос постоянный, конфликт, душа, подсознание или душа, и ум, на вот этот, а физический ум, там просто программы, там запоминание информации, он ничего не может решать, но вы уже решили для себя, вы досмотрите, что здесь произойдет, а здесь произойдет большие перевороты, вот этот год, двадцать четвертый, не буду углубляться, а то меня уже этот YouTube, мои видео удаляют с этими моими прогнозами, да, но единственное, что надо помнить, что когда суть у вас, черты характера, это можно назвать как угодно, они, ну как будто вы, как это в общем, в общем, ну как будто вы принадлежите вот этой вот полосе доброты, да, вот этого всего, да, доминируют у вас позитивные черты во всем, да, и эмпатия, вот эти чувства, сострадание, да, вот это все, то, то, что нормально присуще нам, вот, то у вас, вы просто будете идти, и вам душа будет выстраивать вашу дорогу, и вас это не затронут, то есть события, которые будут происходить на соседней улице, вас не затронут, вы можете их наблюдать, как наблюдатель, но вы в них не будете участвовать, но вы в них не будете участвовать, и вас никто в них не втянет, если вы знаете, что вы доверяете душе, душа написала уже сценарий вашей жизни, да, ну, вы, вы и есть душа, вы просто у вас физическая оболочка, которая нам, вот идет какая-то такая чувство, или мысль быстрая, да, а мозг все перекручивает, говорит, нет, 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 это же не так, я же вот, ну, бывает же так часто, правда, вот, потому что физика, так, все задумано так, что физика сбивает порыв души, и вот только тогда, когда ты проанализируешь и поймешь, где там произошло это сбитие, да, где пошел по, но когда ты идешь по правильной дороге, ты это чувствуешь, и у тебя есть доказательства извне, приходят правильные люди, ну, в общем, а просто у вас как будто бы было, у вас было закрыто, как ширма какая-то, с этим вороном, который вот вы отправили, у вас желтый портал, почему-то открыли именно ярко-желтый портал, как солнце, вы туда его выбросили, эти цепи отрусились от этой розовой жидкости, и у вас такое интересное. пацаны, какая сейчас у меня, как вы меня сейчас видите, как сейчас в момент, я вижу вас, как у вас, значит, вы как будто бы сделаны из зеленых листиков, с дерева, у вас такое, знаете, светло-бежево-зеленая такая вот аура, что ли, вот тело, оно такое, мне почему-то хочется сказать, глина, камни, вот эти элементы планеты Земля, и зеленые листики растут сверху, как будто бы вы верите в хорошее будущее все-таки, через все вот эти вот эти вот, я очень просто, в этом отношении я, наверное, тоже, но я просто часто думаю, ну, нам, люди, вот, хороший мир, строить, найдется другие, жизнь не продолжается, селенные огромные, да, найдется другие, да, в этом отношении я остаюсь оптимист, но все равно есть большой шанс, все-таки все люди, я там сколько лет жил на этой земле, ну, вот, хотелось бы, чтобы люди, сколько, наши люди, да, все-таки, все-таки не все пропало, но, но я понимаю, что это, с этим жизнь на Земле не кончится, найдется другие, которые лучше делают, чем мы, да, или в другом месте, делаться не на нас, но, знаете, у меня больше, я считаю, что это опыт, я беспокоюсь больше о том, что это опыт не пропал, да, вот наш опыт, чтобы они другие, мало ли кто-то такой, это опыт. Что не повторят, потому что все идет, наша земля захвачена, так как будто бы хакеры, которые ее захватили и внедрили программой, которые циркулируют, все повторяется, правда же? Все повторяется, абсолютно все, там, начиная с материалистического, как говорят, да, мода повторяется, войны повторяются, конфликты повторяются, события исторические, перекручено, но повторяется, то есть вчера у нас пал Рим, Римская империя, а завтра у нас пойдет Российская империя, а послезавтра у нас выпадет еще какая-то империя, Америка может легко распасться, если сейчас придет, вы знаете кто, да, ну то есть, да, это все возможно, я вижу все эти события и разные временные линии, как пойдет, еще никто не знает, единственное, что, ну, я там вижу свои, как бы вещи некоторые, вот, и у меня такое, все закончится неожиданно, и не так, как мы думаем, вот и все, но все равно у меня такой вопрос, вот, то, что я чувствовал, мой опыт, мои знания, то, что мои воспоминания, и все, это остается где-то, или все уходит со мной? У вас в ДНК остается, у вас в ДНК все есть, и вы видите, я передам это своим детям? Да, ДНК, как я вижу, она выглядит по-разному у каждого, для меня, это как энергетическая такая спираль, как врач, вот, у некоторых я вижу ее больше кристаллической, у некоторых более такая, как разжиженная, ну, как это объяснить, разные консистенции, но в каждой молекуле, вот этой его вот энергии, есть, ее как бы можно распаковать, и в ней есть опыт, а через опыт можно, естественно, сконструировать ветку вот этих исторических событий, каждой жизни, которую вы прожили, она никуда не уходит, на самом деле, если тебя на уровне души там захватили, например, использовали насильно в какую-то жизнь, вот меня, например, насильно, просто взяли, и это с одной стороны, у меня там еще есть другая история, как я сюда попала, ну, то есть разные проекции земли, по-разному ты попадаешь на уровне души, это тяжело понять, но это как, ну, ты вот тело, у тебя есть нога, две ноги, там, две руки, вот одна рука на этой планете живет, другая на этой, там одна нога на этой проекции, другая на той, а в голову ты собираешь всю информацию со всех жизней, и там ее хранишь, голова это твой компьютер, и так же и на физике он процессор, он просто как будто собирает информацию через цифры, через которые мы закодированы везде, у нас же всегда везде какие-то алгоритмы, какие-то специальные там даже, ну, вот эти гороскопы, это же цифровые какие-то, нумерология, вот это все, это просто программы, мы их сейчас раскодировали, и поняли, как закодировано наше тело в этой реальности, через разные программы, через которые, когда мы их раскодируем, мы больше понимаем про себя, потому что мы часть системы программ, я так вижу, и каждый для себя все события и все правды по-разному видит, сегодня это одна правда, для тебя это правда, для другого это правда, а кто управляет информацией, от этого и зависит, кто управляет правдой, ну, тогда, если мы это понимаем, нам надо как-то самим эту информацию узнавать, из первых источников, а не слушать какие-то многочисленные пропаганды, это просто настолько смешно, когда я сама через эту войну, я очень многое поняла, я поняла, что вот эти американцы, которые в разных группах на телеграммах, которые толкают одну или ту идею, они говорят, что они просветленные, но при этом они говорят, война это хорошо, потому что Россия помогает Украине очиститься, то есть такой маразм говорят, что просто в голову, то есть везде нужен баланс, то есть нельзя только уйти в этих инопланетных сущностей, надо быть и человеком, потому что ты родился человеком, и тебе надо логику включать во всём. Конечно. Ну, то есть у нас люди живут на каких-то, значит, есть большое, большинство людей живут на анималистских инстинктах, правильно? Потому что тело требует еды, требует воды, требует вот это всё, и оно как бы перекрывает возможность нас расти очень быстро, потому что если бы этого не было, мы бы могли так много всего сделать. Да. Ну, всё равно я, ну, вот это вообще такой у меня философия, можно сказать. Конечно, сегодня найти какой-то ориентир распираться с этим миром, особенно в условиях, что полная манипуляция, дисинформация путают люди, и слишком много информации, там распираться, это должен быть ориентир. Я там только... Ориентир не может быть просто так, скажем, политический, или там разумный, вот эта сила разума, как Канн сказала. Ориентир должен быть изнутри, например, очень простое сказать, различать, вот единственный ориентир, который здесь, ну, мы называем это морал ценности человеческой, который отличает от нас, от простых животных, это вы правильно сказали, это, я считаю, это единственный ориентир, может быть, и это не только у нас, это во всех целениях, что мы умеем различать между добро и зло. Что здесь добро и что зло? Другой виду. Какой мы можем иметь другого ориентира? Что вы думаете, это так правильно? Ну, вот, я просто смотрю, мне интересно наблюдать за детьми на детской площадке. Я смотрю, мои дети, вот они с детства, я их, я же их не учила, ничего, но они увидели пчелу вот или какого-то червячка, они его, ой, он на солнце, он умрет здесь, они отнесут его в землю, то есть они все разнесут, всем помогут, маленьким, мама, не наступи, там жук ползел, то есть, вот, а другие дети вот возьмут этого жука, раздерут, вот так и выбросят, или там пройдут, с куста цветы собирают, понюхают, там пять минут и выбросят, мы говорим, это же живой, и с него нельзя собирать, если все так сделают, я их не учила этому, они сами знают, то есть на уровне души, когда мы рождаемся, у нас или большая осознанная душа, много опыта, понимающая, или новая душа, которая ничего не знает, она в этом теле, чисто идет на программам, программам, вот программа у тебя, накормить себя, выжить, кого-то там сбить, это вот, побороть, чтобы только выжить, да, а вот все остальное, как будто бы душа, она не включена, и она не может, мне кажется, что это даже не за опыт, а это вот сущность самой души, через ДНК души, потому что оно же по-разному выглядит, когда я смотрю на ДНК каждой души, и я как будто бы чувствую, или тепло идет от этого ДНК, или каким-то холодом, холодом, вот мне, я даже это, я даже запах чувствую, или цветов, человек, который любит природу, от него цветами пахнет, природа, животных, все живое, а вот тот, который, вот такой вот, вот ради себя, вот все для себя, и вот от него, я не могу просто, и ко мне такие люди даже не подходят, все, кто ко мне на улице подходят, случайно, они всегда потом оказываются, что они на духовном развитии, они любят животных, ну как я, потому что мы притягиваем к себе, таких себе подобных, всегда, и те люди, которые делают другим плохо, они все равно свое получат, потому что это обмен веществ в природе, если ты, из тебя выходит Нига, ты черный, такой клуб дыма, он делает такой круговорот веществ в природе, и тебя по голове, бум, то есть, ну это же так понятно, но, те люди, которые как животные, они не понимают, нет, нет, я тоже так вижу, ну хорошо, ну вот, но вы такой зелененький сейчас, вы как будто бы из листиков состоите, весь такой, вот, но, а что вы думаете, Александра, что-то мне, можете рекомендовать, что мне нужно там, что-то, изменить в моей жизни, что-то делать, или как там больше, чтобы, а мне, у меня такое впечатление, что вам, вот, как я вижу вас, вы в парке, и, как будто вам, вы держите воду, вот, бутылочку воды в руках, и вы себе желаете, всего, что вы себе желаете, вот, я желаю себе исцеления, вы пьете эту воду каждый день, вы как будто бы программируете воду, да, у меня дети так делают, кстати, это работает, у нас, у нас есть зайчик, которого мы спасли там, вот, и в свое время дети там его, потому что женщина хотела от него избавиться, мы его забрали, и вот, когда он нас заболел, мы его к ветеринару водили, но дети поставили ему такую прозрачную часть, плашечку с водой, и там написано love, любовь и сердечки, и он через день стал бегать, вот он до этого лежал и спал все время, вот это очень влияет, вот просто написать себе даже на тарелку, там сердечки повесят, любовь там, любовь к себе, и оно очень, это энергия, мы не понимаем, мы не видим глазами, но это энергия, которая идет в себя, она тебя, ты себя сам исцеляешь, потому что вот так оно идет, вот так к тебе, выходит, заходит, выходит, заходит, а природа, это высокие вибрации, то есть подышать воздухом, почему нам надо выходить, и мы себя так классно чувствуем на улице, вот особенно прикоснуться к дереву, там, ну вообще к траве, ну вот, ну естественно зимой не прикоснешься, но все подышать свежим воздухом, это очень важно, оно само, вообще-то, когда у нас нет ничего, что нам вредит, искусственно насаженного, мы сами себя исцеляем, на самом деле, ну если, конечно, вы не дошли там до какой-то страшной стадии, такого разрушения организма, но кто себя разрушает, почему у людей диабет, почему у людей вот эти все, потому что они идут не по зову души, если вы всю жизнь сделали какое-то дело, и вы от этого получали удовольствие, то вы, наверное, не болели, Долора с Кеном говорила, когда она начала делать то, что она должна была делать, то есть она занималась регрессивным гипнозом, она получала от этого огромное удовольствие, она перестала болеть вообще, Ну это все же амзорно, да? Да, да, это все как бы, поэтому, ну просто в этом году надо расслабиться, просто наблюдать за всем, что происходит, ну как бы знать, но при этом идти, ну доверять своей душе, что она тебя приведет в нужном направлении, туда, где тебе надо быть, вот, не надо делать особо никаких движений в этом году, я вообще, у меня все знакомые, кто чувствительный, все чувствительные. в общем-то я тоже, тоже самое забыли, очень интересен совпадение, я тоже, мы же забыли, с обстрелом женой, и думали, что это будет за году, я сказал, будет году, такое восстановление, наше, ну такое восстановление, что-то такое, что, у нас раньше лучше было, чем сейчас, такое, душа, или, своя энергетика, или своего там состояния, и это, то же самое говорите, да, я это тоже чувствую. Потому что вы чувствуете энергию мира, всего мира, такое бурление сейчас идет, сейчас и природа тоже сходит с ума, потому что все сходят с ума, и когда, ну точно так же, если у тебя в квартире, кто-то начинает психовать, и бегать со стороны, с угла в угол, и нервничать, ты же чувствуешь это, ты тоже начинаешь, даже если ты себя успокаиваешь, ты не можешь, ну то же самое, мы это чувствуем. Да. Вот, поэтому, ну, у нас будет сначала, пх, везде, а потом, щ, мир, ну вот этот, вот этот, щ, сдувание, и будет, люди негативные идут туда, позитивные туда, и вот это создаст вот этот мир, ну, для тех, кто его выберут. Вот это я так вижу. Вот. Ну, а так вообще мы в квантовой игре живем, но за счет этого тела мы чувствуем боль, нас атакуют вирусы, и все остальное. Вот. Да, для того, чтобы кормить кого-то, кто этим управляет, к сожалению, через негативные эмоции. А вот, ну, так, так что. Спасибо всем. Хорошо. Спасибо вам, очень интересно было с вами. Я тоже поговорю с моей женой, может быть, мы повторим сеанс, как она хочет, и я ей расскажу, и я, сто процентов, я сейчас немножко время пройдет, я к вам опрашаюсь, я могу это сделать, да, через какой-то... да, вы почувствуете, когда вы хотите, когда у вас есть вопросы, изменения, очень много всего. Одна единица, я тоже хотел бы, чтобы она тоже, так сказать, у него тяжелый было, болезненный, и сейчас...